Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 23 февраля, Православная Церковь свышает память священномученика Харалампия, епископа Магнезийского, и с ним мучеников Порфирия, Ваптоса и Трех мучениц. Священномученик Харалампий, епископ Магнезийский, мученики Порфирии и Ваптоса и Три жены мученицы пострадали в 202 году. Святой Харалампий, епископ Фессалийского города Магнезии, северо-восточная область Греции, успешно распространял веру во Христа Спасителя. Весть о его проповеди дошла до правителя области Лукиана и военачальника Лукиа, по распоряжению которого святой был схвачен и приведен в суд, где твердо исповедал веру во Христа и отказался принести жертву идолам. Несмотря на преклонный возраст, епископа ему было уже 113 лет, его подвергли чудовищным истязаниям. Терзали тело железными крючьями, пока не содрали всю кожу с головы и до ног. Святой при этом обращался к мучителям. «Благодарю вас, братья, вы обновили дух мой». Видя терпение старца и полное его незлобие, два воина Порфирий и Ваптос открыто исповедали Христа, за что в тот час же были усечены мечом. Присутствовавшие при страданиях епископа Харалампия три женщины также стали прославлять Христа и немедленно были замучены. Разгневанный Луки сам схватил орудия пыток и стал терзать священномученика, но внезапно у него, как отсеченные мечом, отнялись руки. Пришедший к месту казни правитель плюнул в лицо святого, и тот час голова его оказалась повернутой назад. Тогда Луки стал умолять святого о пощаде, и по его молитве оба мучителя тут же получили исцеление. При этом множество свидетелей уверовали во Христа. Среди них был и Луки, который припал к ногам святого старца, прося прощения. Лукиан донес о случившемся императору Сэмптию Северу, находившемуся в это время в Антиохии Писидийской, западной часть Малайзии, и тот распорядился привести святого Харалампия к себе, что было исполнено с невиданной жестокостью. Священомученика влачили, привязав веревку к бороде. Император приказал мучить епископа еще сильнее, и его стали полить огнем. Но сила Божия помогала святому, и он остался невредим. Кроме того, по его молитве стали совершаться чудеса. Воскрес умерший юноша, исцелился бесноватый, мучимый бесом 35 лет, так что народ во множестве стал исповедовать Христа Спасителя. Во Христа уверовала даже дочь императора Галина, дважды сокрушившая идолов в языческом храме. По приказу императора святителя били камнями по устам, хотели поджечь бороду, из которой вышло пламя, опалившее мучителей. Полные злобы Семптиме Север и его вельможа Крисп воздвигли хулу на Господа, глумливо призывая его сойти на землю, похваляясь своей силой и властью. Во гневе Господь поколебал землю, великий страх напал на всех, оба же нечестивца повисли в воздухе, связанные невидимыми узами, и лишь по молитве святителя были возвращены вниз. Устрашенный император поколебался было в своем нечестие, но вскоре опять впал в заблуждение и приказал мучить святого, наконец осудил его на усечение мечом. Во время своей последней молитвы святой удостоился видеть самого Спасителя и просил его даровать тому месту, где будут почивать его мощи мир, плодородие, а людям прощение грехов и спасения. Господь обещал исполнить прошение и вошел на небеса, унося с собой душу священномученика Харалампия, который принял по милости Божией мирную кончину до казни. Дочь императора Блаженная Галина погребла тело мученика с великой честью. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, благоверной княгини Анны Новгородской, преподобного Прохора Печерского в ближних пещерах, преподобного Лонгина Коряжемского иеромонаха, праведной Галины, мучениц Дев Янафы Валентины и Павлы, священномученика Константина Верецкого Пресвитера, священномучеников Петра Грудинского и Валериана Новицкого Пресвитеров, совершается празднование иконе Божией Матери Огневидное. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с Днем Тезимеництва, а также с Днем Защитника Отечества. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok